Здравствуйте, друзья! С вами Роман Овчинников. Я рад приветствовать вас на канале «Микробиология и инфекции». Сегодня мы с вами обсудим тему, которая волнует многих практикующих микробиологов. И касается она того, что на нашем рынке, на рынке лабораторных расходных материалов, в последние месяцы стали появляться новые, неизвестные ранее производители в силу того, что многие известные, хорошо зарекомендовавшиеся поставщики ушли с рынка. Такие, как, например, Аксоид, Биорат и ряд других. Они сейчас, в общем-то, свою продукцию практически не продают. Соответственно, предложение по питательным средам резко снизилось. Из-за этого те, кто остался на нашем рынке, стали очень активно поднимать цены. Я думаю, многие микробиологи это заметили. Это касается и российских производителей, и некоторых зарубежных, таких, как, например, фирма Хаймедиа, почтенная, авторитетная фирма, которая предлагает действительно качественные расходные материалы. Тем не менее, мы заметили то, что очень существенно подорожала ее продукция. То есть, там даже самая элементарная среда Собуро, она сейчас стоит что-то порядка 14 тысяч рублей за один флакон, 500-граммовый флакон сухой среды, в то время как раньше эти цены были примерно, так скажем, в 2-3 раза ниже. Но свято место пусто не бывает. С уходом, так сказать, одних поставщиков на нашем рынке появились другие поставщики, и в основном это представители китайской биоиндустрии, незнакомые нам фирмы. Но, тем не менее, сейчас китайские среды стали предлагаться различными российскими дистрибьюторами. Мы, микробиологи, практически не имеем никакого опыта работы с китайскими средами, и возникает вопрос, насколько они пригодны, насколько они хороши, насколько они качественны. И сейчас в микробиологических форумах очень часто обсуждается вот этот момент, а вы пользовались там китайскими средами, ну и как, нравится, не нравится. Но я заметил, что часто коллеги, когда высказывают свое мнение, они действительно говорят, нравится, не нравится. То есть, не приводят каких-то конкретных факторов. То есть, такая достаточно субъективная оценка. Мне понравился, а Ивану Ивановичу понравился, а Маре Ивановичу не понравилось. А какие-то доводы конкретно не приводятся. И поэтому я решил этот момент исправить и сравнить, взять какую-либо определенную питательную среду и сравнить одну и ту же среду в исполнении разных производителей. В частности, известного авторитетного производителя Хаймедиа, знакомого многим российским микробиологам, и неизвестного китайского изготовителя. Сравнить вот эти среды, то есть, сделать посев на чашке Петри и наглядно посмотреть на ростовые и другие свойства этих двух питательных сред. И в качестве первой тест-среды я выбрал Росбенгал Агар. Значит, по двум причинам. Первая причина – это то, что мы используем эту среду в своей работе для микрологических посевов. Во-первых. А во-вторых, так получилось, что у нас оказалась одновременно эта вот среда в исполнении, собственно, Хаймедиа. Вот вы можете посмотреть каталожный номер. Росбенгал Хлоран Финникол Агар с дихлораном модифицированное. И, собственно, аналогичный Росбенгал Агар. Производство здесь написано Hope Bio. А здесь вот более подробно – Kingdao Hope Bio Technology Company, China. Знакомьтесь, новый игрок на рынке, на российском рынке лабораторных расходных материалов. Итак, у нас с вами две среды. Два Росбенгал Агара. И, значит, какая схема экспериментов. Вообще, для чего эта среда? Эта среда нужна для выделения грибов, в том числе дрожжевых, из различных субстратов, прежде всего из продуктов питания. И во многих предприятиях пищевой промышленности именно Росбенгал используется для контроля качества продукции с точки зрения грибкового загрязнения. Кроме того, эта питательная среда может использоваться для контроля различных кормовых добавок, которые содержат в себе дрожжи. То есть, есть такие кормовые добавки для животных, которые содержат в себе грибы, как дрожжевые, есть даже с мицелиальными грибами. И когда делают контроль качества кормовых добавок, тоже используют Росбенгал Агар. То есть, вот эта среда достаточно широко используется. То есть, соответственно, эта среда, она нужна для выделения грибов и для подсчёта. Соответственно, такая среда должна обеспечивать максимально, обладать хорошими ростовыми свойствами и обеспечивать максимальную жизнеспособность грибов. Или можно ещё, так сказать, всхожесть грибных спор, если так, чтобы было бы понятнее. И, собственно, именно этот показатель мы с вами будем изучать. Но перед этим давайте сравним эти среды в плане сначала по цене. Значит, мы сейчас у нас на дворе мая 2023 года, мы закупали эти среды где-то в марте примерно оформлялась, собственно, покупка. И среды, цены на тот момент составляли. Значит, Агар Росбенгал Хаймедия, вот этот вот флакон 500 грамм, стоил 16 996 рублей. То есть, практически 17 тысяч вот за этот флакон. Значит, Агар Росбенгал Китайский, фасовка 250 грамм, то есть в два раза меньше, стоила 4 250 рублей. Соответственно, если пересчитывать на 500 грамм, то это будет 8 500 рублей. 8 500 рублей 500 грамм стоит. Соответственно, это у нас получается в два раза дешевле, чем среда Хаймедия. При одной и той же массе, в два раза дешевле китайской среды. Но я уже говорил о том, что Хаймедия в последнее время достаточно серьезно подняла цены на свою продукцию. Значит, сравниваем состав. Здесь вот представлен состав. Я вам так скажу, что состав практически идентичный. За некоторыми исключениями. Ну, во-первых, в Хаймедия несколько ниже концентрация Росбенгала, то есть 0,025. А в китайской среде 0,033. Ну вот. Чуть повыше здесь концентрация. И здесь еще в Хаймедийской среде добавлен дихлоран. Вот здесь дихлорана нет. Ну, я думаю, вы уже узнали, да? То есть у нас это китайская среда, мы ее пометили как RBC номер 1. А это у нас индийская среда Хаймедия, мы ее пометили как RBC номер 2. Значит, состав. Итак, отличаются они тем, что Хаймедия содержит дихлоран. Значит, что такое дихлоран? И вообще, в чем смысл вот этого Росбенгал-агара? Чем она отличается, например, от обычной среды Собуро? Росбенгал-агар является тем агентом, который не дает быстро растущим грибам, колониям, сильно распространяться на чашке Петри и тем самым забивать рост других грибов. То есть ограничивает рост плесневых грибов и Росбенгал. И дихлоран обладает тем же самым, значит, тем же самыми свойствами. То есть он ограничивает рост плесеней. Соответственно, сюда индийцы добавили дихлоран, чтобы, видимо, плесневые грибы совсем не разрастались. А здесь дихлорана нет. Но мы в этот раз не будем проверять ту характеристику, насколько те или иные среды ограничивают рост плесеней. Сейчас мы будем проверять только жизнеспособность или, проще говоря, всхожесть грибов на дрожжевых, причем грибов на этих средах. Значит, как мы с вами проведем эксперимент? Мы возьмем три среды, не две, а три. Это у нас будет среда Собуро. Это у нас будет референтная среда, без всяких добавок, где, собственно, жизнеспособность дрожжей должна быть самая высокая. Итак, сейчас мы переходим ко второй части нашего эксперимента, а конкретно к учету наших поселок. И поможет мне в этом наш сотрудник, мой аспирант Ирина Викторовна. Прошу тебя не жаловать. Ирина Викторовна непосредственно проводила этот эксперимент. И сейчас у нас с вами на столе, значит, три ряда чашек. Собственно, первый ряд – это среда Собуро, то есть среда сравнения. Второй ряд – это розбенгал китайский. И третий ряд – это розбенгал индийской лихомедии. И вот у нас здесь на листочке все наши подсчеты. То есть мы произвели подсчет всех колоний, суммировали и, в общем-то, в среднем посчитали жизнеспособность. Сейчас Ирина Викторовна нам расскажет, какие у нас результаты получились по каждой из этих средств. Спасибо большое за то, что представили меня. Я хотела бы вам рассказать о результатах. Мы делали посевы в двух параллельных чашках на шестом произведении и на седьмом произведении. Значит, так мы делали подсчет данных произведений. Мы брали, считали колонии, образующие единицы на каждой чашке. Затем мы суммировали две чашки и делили на количество, то есть на два. То есть, например, у нас есть ага, сабуро, на котором мы посеяли дрожжи в шестом произведении. Я поближе покажу. В шестом произведении мы посчитали количество, то есть кое на чашке одной на второй, суммировали и поделили на два. Тем самым мы получили общее число колонии образующих единиц. То есть, средний результат из двух повторностей. Средняя арифметическая, так сказать. То же самое проделали на каждой пайль чашек. И получили следующие результаты. Если мы берем разведение, минус 7, то мы увидим, что жизнеспособность грибов лучше всего проявляется на агаре сабуро. Значит, по нашим подсчетам, на агаре сабуро выросло в среднем 14 колоний, образующих единиц, 14,5 даже, так сказать, колоний, образующих единиц на чашке. На агаре РБЦ Китае, это первый наш РБЦ экспериментальный, выросло 8,5 колоний, образующих единиц. И на чашке Хайминзи у нас выросла только одна колония, образующая единица на одной из чашек. На второй ростом мы совсем не наблюдаем. Пустая чашка. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшим качеством, по ростовым свойствам обладает именно агар сабуро. Но если мы берем в сравнении два агара, РБЦ-1, производство китайское, и РБЦ-2, производство Хаймидия Индия, то здесь мы можем сказать о том, что лучшие ростовые свойства проявляет наш первый образец, это китайский Росбенгал Агарс. Мы можем даже количественно сказать, то есть для этого надо 8,5 разделить на 0,5, то есть получится примерно, я так понимаю, около 8 раз. То есть жизнеспособность, в данном случае дрожжей Каниды Альбиканс, это был у нас тест, штаб я напомнил, она на китайском Росбенгале 8 раз выше, чем на индийском Росбенгале. То, что максимальная жизнеспособность получилась на сабуро, 14 коры, да, то это, в общем-то, вполне предсказуемый результат, потому что это, ну, наиболее, в данном случае, из всех трех сред, наиболее благоприятная для роста среда, она не содержит никаких селективных добавок, поэтому это вполне закономерно, что на ней жизнеспособность была больше. Но наша задача была в том, чтобы сравнить Росбенгал от двух разных производителей. И, в общем-то, Ирина Викторовна вам подробно рассказала о результатах, и мы можем сделать вывод, да, то есть, сейчас по китайской среде, то, что она не только, так сказать, ни в коем случае не хуже, и есть в аналоге, а даже лучше, потому что обеспечивает лучшую жизнеспособность. Значит, что еще надо сказать? Давайте сейчас посмотрим по морфологическим свойствам, да, то есть, как выглядят дрожжи, в данном случае, кандиды на этих двух средах, есть ли какие-то отличия по морфологии, так сказать, например, на китайской и на индийской среде? На ваш взгляд, Ирина Викторовна, что вы скажете? Да, если мы берем еще сравнение наше, так сказать, классическое собуро, то мы видим, что колонии кандиды альбиканса, не классическая, такого белого цвета, небольшой такой матовый отлив, но в целом классическая картина кандиды альбиканса. Уже на розбенгалагарах мы видим чуть иную картину, за счет того, что здесь добавлен индикатор, у нас колонии меняют цвет, но меняют цвет они немножко по-разному, друзья. Значит, если мы говорим о нашем китайском розбенгалагаре, мы видим здесь розоватые колонии, даже сказала розовые, фиолетово-розовые, и они полностью одного цвета, поближе, наверное, покажу, то есть мы видим фиолетово-розовые колонии одного цвета по всей поверхности. Они обладают матовым блеском, выпуклые колонии, но в целом отличаются по морфологии от собуро только цветом, то есть выпуклость, размер, они одинаковые. Если мы говорим о розбенгале Хаймиде или Индии, здесь мы видим немножко неравномерное окрашивание, то есть в центре будет беловатый цвет, и ближе к периферии уже цвет становится более концентрированный, ободочек у него ярко-розовый, ну или ярко-фиолетовый. То есть если мы рассматриваем типичность морфологии, то и на обоих средах, в принципе, выросли типичные дрожжевые колонии. То есть мы говорим о том, что китайский розбенгал, он у нас обеспечивает типичные морфологические свойства. То есть не только жизнеспособность выше, но и по культурально-морфологическим признакам мы получаем типичные дрожжевые колонии, что и требовалось доказать, что в данном случае и требуется от данной среды розбенгалагар. Так, ну что, то есть сейчас, я думаю, наши результаты вам понятны, и мы, пожалуй, уже будем делать заключение. Значит, в конце, пожалуй, следует подчеркнуть, что мы сейчас сравнили только ростовые свойства, на примере Кандидальвикас. То есть для других каких-то грибов ростовые свойства теоретически могут отличаться, но я думаю, что все равно соотношение останется примерно тем. Резюмируем. Китайская среда по стоимости она получается примерно в два раза дешевле, чем индийская, но по главному своему критерию, то есть по ростовым свойствам, она значительно опережает индийский аналог. Разумеется, эти результаты ни в коем случае нельзя экскорпорировать на другие, вообще на все питательные среды. То есть какая-то другая среда может оказаться, так сказать, китайский аналог хуже, а индийская среда оказывается лучше. Поэтому экскорпорировать ни в коем случае нельзя, но мы сейчас говорим о конкретной среде, и я позволю себе сделать такой вывод, что китайская среда, она значительно превосходит среду производства амедии. Надеюсь, в будущих каких-то наших видео, в будущих выпусках мы сможем сравнить и другие среды, так сказать, производства Китая и каких-то более имененных аналогов. Сейчас мы недавно получили хромогенную среду китайскую для идентификации глюбов вроде кандида. Будет очень интересно посмотреть на ее эксплуатационные, действительно, характеристики сравнится аналогами. Так что, в общем, я думаю, что это видео не последнее из этой серии. А на этом мы с вами прощаемся. С вами была Ирина Викторовна и Роман Орчинников. До новых встреч! Спасибо! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин